всем привет просили про работу не знаю что могу сегодня работаю в элитном районе вот в этом доме первый заказ люди только переехали не работает модем находим баксу снаружи находим по номеру номер нашего дома вот этот вот видите что здесь происходит это старый фильтр который использовался еще много лет назад старыми провайдерами который отсекал каналы за которые ты не платишь соответственно надо обновить все эти соединения посмотри какой фитер такие кабеля и все остальное сейчас будем обновлять защищаем это старое говно достаем из кармана новый фитинг на старый кабель как правило плохо заходит помогаем плоскогубцами что тут комары летают над духом зажимаем и соответственно откручиваем другое другой старый кабель который без защиты еще использовался без резинки удержу подготовил будем доточать открутили прям здесь же в то бросили старый накручиваем серединку соединить между собой потому что старый кабель короткий он не достанет до порта и вкручиваем после чего идем в дом и смотрим что там в бейсменте непосредственно ставим сигнал на тот аутлет который нам надо подключить идем в бейсмент и соединяем теперь это выглядит вот так все свежие соединения вон кабель идет по наружке дома та розетка нам нужно и приходит вот сюда вот этот белый кабель он подключен к директиве люди только заехали предыдущие хозяева пользовались директиве точно так же сейчас находим наш кабель вот он из земли из земли вот он пришел тот который мы делали защищали в коробке так же обновляем все соединения подключаем ground блок и все сигнал получим проверяем сигнал все зажглось downstream upstream кабель под землю не поврежден все отлично вот такую конструкцию соорудили то есть главный кабель moco фильтр он убирает шумы с линии и также еще что-то там делает с dvr-сервисом то есть с функция записи лучше делает он замыкает сеть в доме короче и кабель с аутлета всегда надо снимать директивичные сплиттера они вообще выдают короче шумы и у тебя будет либо пикселя на карте если телевизор либо хреново соединение интернет ошибки при закрытии работы все такое сейчас идем берем другой модем мощнее люди переехали дом большой у них видимо жили раньше в чем-то поменьше арабы короче и они взяли пакет с другим модемом это новый это старый месяц назад пару месяцев назад появились еще такие модем у нас белые xb7 то есть в отличие от того башни здесь 4 connection для hardware connection и этот модем работает по моему до двух гигабит скорость вот этот модем мы устанавливаем для пакетов до 400 мегабит скорость а ту серую башню до гигабита свыше 400 до гигабита задолбала эта ситуация с масками уже беру на день одну маску карман складываю для понта и надеваю только народ но есть люди которые вот здесь например один на нос я надеваю на нос у меня начинают очки потеть ну то есть короче а есть такие которые даже там пожилые там не пожилые неважно молодежь там понятно там черные там тем более и вообще пофиг на эти маски но компания наша заставляет одевать эти маски в любом случае даже если клиент типа не против если ты без маски и они могут позвонить и у меня уже снимали на два дня с работы имени меня одного и сказали еще раз и короче уволят такой бред блин такой бред вообще меня это так бесит чем может помочь эта маска ну чем ну это такой бред блин ну приходится следовать требованиям компании сейчас жду модем проходит активация регистрация я там уже в машине буду проверять систему на ошибки показывать приложение особо смысла нету они имеют моду постоянно его обновлять постоянно что-то меняется общий смысл там я уже показывал кому интересно можете увидеть предыдущих видео поставить на аккаунт активировать проверить на ошибки закрыть работу и все это надо держать в руках и самому работать если тебе это надо что-то показывать смысла нету все все проверил все отлично все в зеленом цвете получил в следующую работу с телефоном что-то там не так и надо сделать апгрейд модема 10 минут до следующей работы тоже здесь же в благоприятных районах у у меня недавно было еще хотел поснимать но потом что-то не стал ближе к даунтауну там где улица черных короче но больше черных живет и белые там но больше черных подъезжаю полиция короче стоит там 15 минут назад была какая-то стрельба и мой клиент по два метра ростом черные с дредами до пояса по хате бегают трое детей на столе на кухне лежит он только дом купил на столе на кухне лежит 20 баксов на них марихуана тут же дети бегают потом выхожу он сидит короче с пистолетом с пистолетом на коленях с каким-то магнумом с дополнительной с увеличенной обоймой прозрачная обойма то есть торчит из пистолета прозрачная штука на дополнительных там 45 патронов короче бывают такие районы но все нормально как бы то есть не выпендривается не выёживается ничего хоть и с пистолетом на коленях то есть есть вес босс то есть он называет тебя исключительно босс сэр блин там бро братан там все дела то есть как то так и все что касается по работе как какие требования ты говоришь что как ты можешь сделать как тебе надо чтобы он там что-то сделал что-то там подвинул передвинул там еще что-то то есть сэр и погнал вес босс и погнал понимаешь без всяких этих без понтов корявых хоть и с пистолетом на коленях здесь в этих районах конечно такого не увидишь особо интересного просто в районы этих красиво стриженных газонов старички играющие в гольф эксклюзивные машинки мотоциклы дома белки бурундуки всякие бегают ну короче такая знаешь благодать тут и рай на земле для тех у кого есть деньги ну как то так получается что в минеаполисе нет такого белые районы сейчас я работал например это хороший район элитные дома все там арабы то есть можешь также среди черных точно также и в бедных районах минеаполиса живут перемешку черные белые и мексы и все подряд то есть дом через дом то есть есть социально разные районы но не расовые следующему адресу посмотрим что там будет частный дом каждая работа всегда сюрприз никогда не знаешь кто там будет что там будет классно видите как здесь сюда в минеаполисе зелень деревья сплошные вот такой райончик приехали здесь серия такая следующее видео сделаю с каким-нибудь жескачом вчера например работал в таких жескачах я не знаю почему мне нет настроения снимать кто там правильно заметил что жора перешел на стримы и я не знаю почему так вот так вот приехали сейчас уточню точно какой адрес в телефоне о Продолжение следует... И зайцы, и белки все вместе. Утренняя кормежка, 9 утра. Сейчас заходим, тут поменяем модем на более мощный. Что-то у них там проблемы какие-то с телефонами. Подключаем модем и говорим, что все будет хорошо. Это был дом судьи Миннеаполиса. Висят на стене плакаты хоккейных команд Риги. Он был в Латвии или Литва, там что там. По этим вопросам. Ой, заехали в тупичок. Сейчас развернемся. Пожилой человек с пожилой женой. И я не люблю работать в элитных районах. И в элитных районах с пожилыми людьми. Потому что, ну вы сами понимаете, что такое электроника и пожилые люди. И второй момент, что в этих элитных районах у них, ну понятно, что это как бы люди, которые работали всякими судьями, там, всякими ответственными там лицами, я не знаю, начальниками какими-то. И с ними тяжело. В том плане, что, ну стараешься как бы обходительно, все понятно там. Но все равно они более требовательны. Хотят от тебя большего. И все такое. Ну мне как бы не сложно, все это я делаю. Все как надо, все красиво. Но это доставляют головники. И тратят мое время. Вот в чем дело. Вот такие они, короче, хорошие районы Миннеапольца. Так, что-то я в тупик опять заехал. В нашей работе гораздо легче работать в бедных районах. Или там в каких-то средних районах. Где люди менее требовательны. И как раз таки простые люди и на чай тебе дадут и все такое. Ну то есть все как бы более душевно. Вы понимаете, о чем я. А вот это типа я работаю в элитных районах. Кто-то может этому радоваться. Но это только не опытный техник. Ну а так, да, что, все красиво. Там пианино у них там стоит. Все понятно, там чисто, аккуратно, офигенно. Блин, там супер мебель, там огромный дом. Ну и еще один минус в нашей работе. Что если тебе что-то надо, ты по этим огромным домам будешь ходить. Если будешь работать постоянно в элитных районах, ты по этим домам будешь постоянно ходить. Будешь тратить просто кучу времени только на то, чтобы ходить по этим домам. Соответственно, тебе лучше работать в маленьком. И не обращать внимания, если там какая-то грязь или еще что-то. Не так все чисто и красиво, но лучше для тебя. Еще прикол, короче, у этого судьи в его офисе, где я возился с модемом, стоит в полный рост. Вот, из дерева фигура судьи. Ну я еще пока не знал, что это он, да? Я говорю, это кто? Он говорит, да я судья. Это мы жили в старом месте, и было старое дерево. Его срубили, и, ну якобы оно там росло с ним вместе там с детства. Из этого дерева, короче, сделали его фигуру. То есть стоит судья в манте с молотком, судейским. Красиво, раскрашено, покрыто лаком. Ну, короче, причуды богатых. Человек только переехал. Смотрим, тут что-то непонятное. Какой-то кабель из земли, через плитер что-то туда заходит. Вот здесь вот я проверил. Есть сигнал. Есть сигнал. Но кабель погрызан животными. То есть сейчас отрезаем, делаем коннекшн новый. Потом разбираемся в доме. Смастерил вот это все новое. Здесь у нас кабель соединен таким образом. Просто берем его, прячем под эти опилки. Чисто от животных. И все. Пойдем еще посмотрим. Я нашел тап. Вообще, на удивление. Обычно тапы стоят около дороги. Здесь почему-то его засунули куда-то в лес. Так, через несколько лет зарастет. И все. Хочу здесь обновить коннектор. Вот, снял крышку. Вот так вот это выглядит. То есть, это бустер, который толкает. Здесь у нас порты. Два порта на два дома. Это наш. 325. И здесь есть еще что. Нет, здесь нету коннекшн. Короче, обновляю сейчас коннектор. Все, модем поставили. Сейчас будет другой вид работы. Просто надо вкрутить МОКО-фильтр. Такие работы бывают, когда человек сам берет оборудование в магазине. Ну, в наших магазинах, в Камкестовских. Либо по почте ему присылают. И у него беспроводная бакса. И нету МОКО-фильтра. И тогда нам дают такого плана работу. Просто тебе надо приехать, крутить МОКО-фильтр. Вот эти работы, которые я сделал три с утра, они по 45 долларов. Сейчас у нас 11 утра. Три работы по 45. И сейчас вот этот МОКО-фильтр там 17 долларов. Ну, там тебе не надо особо людей ничего не говорить. Просто подходишь в баксик снаружи дома и вкручиваешь фильтр и уходишь. Ну, бывает геморрой, что либо это апартменты, апартменты, либо надо заходить в дом, потому что кабель заходит напрямую в подвал, в байсмент. Ну, всегда по-разному. Сейчас посмотрим, что будет. Следующая работа надо добавить уже у людей есть две видеобаксы. Надо добавить еще одну. И судя по тому, что там нету интернета, это пожилые люди, скорее всего. Или вообще там дом какой-нибудь престарелых, непонятно по адресу, потому что есть частные дома престарелых. Это всего-навсего апгрейд. Ну, если тебе платят только за дорогу, что ты туда едешь 17 долларов, там 16 копейками. как за смену фильтра. И плюс за каждую баксу, которую тебе надо проапгрейдить. Но в данный момент мне надо добавить всего одну баксу, то есть мне заплатят за дорогу и за апгрейд одной бакса. Я не помню, сколько там за апгрейд одной бакса. что мы делаем в Миннесоте. В Миннесоте мы стараемся свапнуть, ну, то есть поменять весь эквитмент, который есть в доме. Даже если он нормально работает. То есть я должен добавить одну баксу, мне заплатят только за одну, за апгрейд сервиса. Но если я свапну и две остальные, поменяю, поставлю те же самые баксы, эти баксы работающие, все, но я их все равно поменяю, мне все равно заплатят за каждую баксу. Это в Миннесоте. Ну, тем самым ты себе повышаешь чек на данной работе. Это в Миннесоте, в других штатах, есть штаты, где такая фишка не работает. То есть там тебе дали апгрейд на одну баксу, там свапой хоть 10, тебе заплатят только за одну. У нас, слава богу, это работает. Приехал такой небольшой закуток сравнительно старого города. Мое вот это здание, никого нет дома. Следующая работа в Желтсик. Ехать, блин, 20 минут. Короче, написано в комментарии, что низкая скорость интернета и у чувака на аккаунте уже стоят три модема разного типа. То есть от самого слабого, средний и самый последний, вот этот белый, который модем. думает, что проблема в модеме и постоянно свапают, меняют ему модемы. Я не знаю, технишины это делают, либо он сам это делает, заезжая в магазин. Но проблема явно в том, что, видимо, где-то у него стоят какие-то старые сплитера. скорее всего это self-install, то есть чувак сам подключается, а на самом деле там на линии куча всякого говна. Но так как платить он не хочет за профессиональную установку, блин, начинает вот это вот хитрить, мутить, хочет сам свою судьбу наебать. Но это не получается. Ну, в итоге сейчас еду я, я не знаю, там заплатят он за мой вызов или нет компании. Ну, мне-то заплатят по-любому. Сейчас, короче, едем смотреть, что там за хитрый чувак. Американские горки. Какой-то парк. Здесь называются русские горки. Так, ну, что тут у нас? Райончик с зелеными газонами. Детки гуляют. вот этот дом походу старая линия. Сейчас буду залазить на стол, покидать новую линию на дом. Проверил сигнал, у него там минус 15, минус 17 прямая линия. Вот такой маршрут по новой лестнице. обязательно одеваем страховочные все дела. Не потому, что кто-то поругает, а потому, что береги себя, брат. Вот наш 3901. Дотянулся, подключил, зиптайкой перехватил и дальше погнал по линии. Ничего сложного. Здесь, конечно, геморрой, блин. То есть, вот он тап. Мне надо будет переставлять лестницу, чтобы зацепиться вот с той стороны. То есть, получается, на углу столб и потом еще раз тащить лестницу вон туда. Там еще переставляться, там еще цепляться, а потом только к дому. То есть, 3 раза лестницу переставлять. Ну, так бывает. Не все как то масленица. Зато вот я тут в дубах кайфую. Готово, мать его, за ногу. Сейчас идем мерить сигнал. Что-то поменялось, нет? Короче, кинул новую линию и застрял. Просто бывает такое, что на какой-нибудь работе застреваешь. У него уже эти 3 модема на аккаунте и там началось дрочилово. Нету скорости. У него должна быть скорость 1 гиг, короче. А у него нету скорости. И давай туда-сюда в модемы тыкать, пыкать, звонить диспетчерам, проверять там все это. Нету скорости и все. Поменяли модем, стала скорость 70-80 мегабит. И опять звонить, ничего не получается. В итоге короче, ну явно там проблемы на главной линии, потому что у меня новая линия, у меня все офигенно вообще все к зеленке. Уже сел в машину, выбегает ко мне клиент, у него спид-тест, уже 400 у него показывает. Короче, какая-то херня, 2-го числа там должен прийти чувак, есть специальные команды, которые именно ТАП Мэйнтонс, которые ремонтируют главные линии, потому что скорость нестабильная, что-то вот так вот порыгает и там явно видно, что сами линии не такие старые, новые, возможно, что-то не так там с настройками. Ну а так у него сигнал был изначально на старом кабеле минус там 15, минус 22, короче, практически не было. И уже там кто-то умудрился бустер воткнуть на его конченный сигнал, хотя на самом деле надо было поменять просто линию. Не кайф, ну так бывает, что поделаешь. Где-то ты забегаешь за 45 долларов за 5 минут и убежал, а где-то приходится застрять на час и больше. Едем дальше, там такая же фигня, сейчас будут какие-то апартменты и у чувака тоже какая-то там засада, тоже ему там привезите ему лучше модем, привезите ему лучше DVR и типа проверьте сигнал, потому что были проблемы с сигналом. То есть почему-то первое, у них первый позыв это не то, что что-то не так с кабелями, с сигналом или там неправильно что-то с настройками. У них первое это свап, это надо поменять модем, поменять модем. Вот он будет их менять десятками, понимаешь? И думает, что проблемы с модемом. Сейчас в Камкесте проблема, они видимо экономят бабки и они короче, раньше была диспетчерская служба и все это программное обеспечение, которое занимались, они все были здесь в Америке американцы. Но американцев платить надо много, и они перешли короче на каких-то филипинцев, индусов, то есть по идее ну как на Коксе в Аризоне, то есть звонишь уже не по Америке, а куда-нибудь туда, и там с каким-нибудь жестким акцентом через через одного что-то знают, то есть звонишь одному, он ничего не знает, звонишь другому, тот что-то решил, знаешь, и бывает такое, что мне по телефону технику приходится объяснять что мне надо сделать, то есть ну короче все печально, экономия, как говорится, жадность порождает бедность, понимаешь, вот они там выпедриваются, что просто-напросто, потому что очень много уже жалоб от клиентов, они звонят туда, часами висят на телефонах, в итоге поднимают трубки какие-нибудь индусы, которые американцы говорят, мы понимаем вообще через слово, что не говорят, понимаешь, а недавно один чувак пожаловался, что его вообще диспетчер что-то там ему говорила, 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 клиент говорит потише, помедленнее, я тебя не понимаю, она его вообще в ад послала и бросила трубку, блин, нормально вообще, ну типа там go to hell и бросила трубку, ну то есть такая информация есть, ну и что это значит, ну экономите вы, да, вы наняли там этих индусов, филиппинцев с никакущим английским, и с никакущими знаниями, непонятно, где вообще там эти индусы сидят, блин, понимаешь, ну и что это, к чему это приведет, что люди просто тупо начнут отказываться от ваших услуг из-за того, из-за того, что вот так вот все, отсюда и пословица, жадность порождает бедность, едем, короче, в апарте, смотреть, что там за чудик, и что там опять за проблемы придуманные, привезите ему лучшее оборудование, а на самом деле там сигнал, наверное, минус 15 опять, лимузин слева, видишь, черный ездит, здесь в Миннеаполисе, лимузин, да, здесь в Америке смотрится вообще как обычная машина, то есть в Ростове я даже ездил на лимузинах, я работал на лимузинах еще там в годах, там 2003-2005, работал менеджером по прокату лимузина в Ростове, со всеми этими свадьбами, звездами, и там, конечно, этот лимузин по Ростову едет, это в натуре машина, знаешь, здесь смотришь на этот лимузин, но просто его вообще не видно, просто чуть длиннее машинка, другие масштабы, нам налево, он уже Xfinity стоит, инхаусник какой-то, сейчас увидите, на Вене ездит, инхаусники, вот этот апартменты справа, наши, нахрена вы такое сделали заезд, ну давай, красотуля, а че ты, не, работает вроде, стоит у него это, впереди, конус, по-моему, навигатор у нас завел неправильно, или правильно, не, неправильно, у нас здание справа, так бывает, справа вот это коричневое, а здесь забор, здесь не проедешь, надо разворачиваться, ехать обратно, круги тут наматывал, наматывал, в итоге нашел, что мне надо, там стройки, перегорожены дороги, и припарковаться не один, ну вот там гусь какой-то выезжает, можно туда встать, там паркинг и драйвуэй, написано, не, ну ребята, я не знаю, куда встановиться, сейчас стану куда-нибудь, здесь где-нибудь, я при чем, что вы тут везде все строите, мне надо работать, правильно, все, модемчик проапгрейдили, едем на следующую, надо добавить беспроводную баксу, по-английски wireless box, здесь была бабушка, лет 65, ну как бабушка, ну женщина, лет 65, с татуировкой, жар птица на спине, ну такая уже видно, что, понятно там, знаешь, кожа там, все дела, но видно, что была молодая телочка огонь, некоторые женщины в 65 лет, еще знаешь, ничего себе, едем, наверное, на последнюю уже, сейчас время 15.45, сейчас, скорее всего, это будет последняя работа, в Миняполе все такие рабочие дни короткие, смотрите, какие три прикольные табуретки слева, деревянные, для медведей, для папы, мамы и медвежонка, у нас там ездят на таких колесах, видишь, чувак, на каком-то неинтересном, моноколесо это называется, наверное, или как, электрическая, наверное, какая-то штука, вот молодежь с собаками по нашему, собакой по нашим меркам, дворняжка, а здесь ничего, все с дворняжками, особо нет таких понятий, у них тут порода, просто собака и собака, подъезжаем две минуты, подъезжаем две минуты, апартменты, апартмент комплекс, жалко, в камеру не попало, черные любительницы, идет в этом, в купальнике, считаю, в лифчике, и ресницы сантиметров по 10 наклеенные, у черных прикол, не все, но клеят эти ресницы огромные, так, что-то девятиэтажки где-то подъехал, как это, как дома оказался, на асфальте сидит, зарядку делает, молодец, так, подожди, нам куда вообще, не сюда явно, да, сейчас увидите, вообще дом вот просто в нашей девятиэтажках стоит, все в камеру попадет, вот озеро впереди какое-то, видите, здесь, кстати, прикольно на велике кататься, я здесь на велике катаюсь, здесь велодорожки, тут все дела, так, вот это наш дом, 3220, а вот видите, справа, смотрите, наша девятиэтажка, сейчас чуть назад сдам, чтобы ракурс был, смотри, из белого страшного кирпича, блин, все как положено, откровенно, наша тема, посмотри на это, убожество, а у нас все такие, Чернобыль, блин, хотя бы вот так вот, сейчас беру, взял, короче, ему надо, это апгрейд, поставить варлис баксу, вот эту, ну и заодно свапнем модем, чтобы еще денег получить, не обязательно это делать, но обязательно для меня, прикольно, дом, озеро, наверное, у кого-то окна выходят, вот такие дома, ковролинчик, все дела, ну это примерно стандартный дом, ничего грандиозного, как у нас, пятиэтажка, у нас, второй, и так, комната, 202, 201, 202, видишь, как у нас, просто, такие же подъезды, я имею ввиду, по структуре, просто лестница, лифт, и, вы только, конечно, сами понимаете, к сожалению, никто тут не нассал, и, не зеленые стены, вторая работа, обломная за сегодня, клиент хочет перенести, на другой день, одних дома не было, другой хочет перенести, а время потрачено, приехал, пошел, поднялся, пятое, десятое, ну так бывает, уже 4 часа, лавочка, походу, закрывается, на сегодня, тем более, воскресенье, пойдем тасанем, закончим наш день, на озере, вот эта дорожка, именно для велосипедистов, велосипедистов, здесь, для пешеходов, кто-то прибалдел, там, в гамаке, сейчас хороший ветерок, для вот этого дела, можно брать на прокат, вот на той стороне, вдалеке, припаркованы лодки, яхточки, даже чайки на этом озере водятся, в гамаке, 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 все конец дня 4 часа едем домой денек сегодня не важнецки по работе всего 6 работ сделал то видишь два два этих самых раза людей не было дома 5 10 короче сделал чуть больше там что-то 200 20 долларов всего один из самых хреновых дней за последние две недели ну ладно ничего страшного посмотрим что будет завтра сейчас едем домой готовить кушать отдыхать кайфовать а